Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! И у нас сегодня зима настоящая, со снегом. Правда, температура, наверное, уже плюс, но ночью было минус. Вот так всё приукрасила, припорошила. Везде порядок и красота. Я сейчас не слежу за прогнозом погоды, потому что это неактуально. Дома всегда хорошо, но как-то так вчера взяла и перенесла ящики. Они здесь стояли вот у входа в подвал внизу. И все перенесла их в гараж другой, в котором хороший подход. Потому что весной иногда здесь, вот видите, какой у меня криминальный спуск. И иногда лежит снег или просто всё это тут, ну, лёд. И очень плохо носить эти ящики. Я уже знаю, что это такое, и поэтому вчера всё перенесла в другой гараж. Вот так всё поставила ровненько, чтобы можно было сочетать, сколько здесь у меня ящиков. Здесь у меня в два ряда стоит. Короче, у меня здесь, если вам интересно, около трёхсот ящиков. Ну и как это бывает часто у меня, стоит только начать работу, а потом появляется азарт, и я решила навести порядок в самом подвале. Все стаканчики рассадные, которые освобождаются, мы всегда ставим сюда, в этот подвал. Но, может быть, не в таком они порядке стоят, как сейчас. Я вот, например, вам показываю, они уже более-менее, я их так упорядочила, поставила всё по всем категориям. Это мои самые любимые стаканчики. 9 на 9 и 10 сантиметров высоты. И вместимость пол-литра. Это мои самые любимые. Есть поменьше, 350, но, в общем-то, они у меня всегда в ходу, всегда работают. И есть ещё для кабачков здесь стоят тоже все вместе. Кабачки и тыквы я в них выращиваю. Тоже все в порядке. В общем-то, весна придёт, можно брать и идти фасовать и высаживать всё. Всё в порядке. Здесь у меня стоят поддончики, в которых можно выращивать вот так, поливать. Можно просто вот такой поддон один и в один стакан. И всё это разливается. И очень легко, в общем-то, растение подпитывается снизу. Стаканчики у меня для этих есть поддончиков. Я их набирала во всех цветочных магазинах. Ну, в общем, кое-что покупала. Вот такой удобный, если кто-то выращивает растения в таких стаканчиках. И знают, когда везём на рынок, и полный ящик, и всё это не падает, всё это хорошо стоит. Но когда нужно везти остатки назад, тогда неудобно всё это перевозить. И вот в таких кассетах очень хорошо перевозить. В них можно и выращивать сразу, без всяких стаканчиков. Ну, я думаю, что не очень удобно выбирать рассаду. Особенно, если это на рынке. Может быть, рассыпается торф. Короче, в таком стаканчике подать-то, конечно, покупателю легче и приятней. Ну, а здесь у меня стаканчики. Я... Это не для продажи, не для рассады, не для продажи. А выращиваю в них свёклу. В этом году я выращивала. Очень удобно, очень хорошо. Мне понравилось. Вот так тоже все стоят, уже готовы. Уже донышко у них подрезано. И кое-где ободок срезан, чтобы побольше их в ящик входило. Ну, в общем, всё готово. В прошлый год мы это всё делали. Это тоже ушло много времени, поэтому всё сохранили. Там ещё коробка с новыми такими стаканчиками. Купила. Я люблю запасы. А эти стаканчики здесь стоят тоже новые. Вот такое донышко у них. Я хотела обратить ваше внимание, рассказать, что эту донышко очень удобно, когда выращиваешь на капиллярном мате. У меня есть видео. И, в общем-то, там много просмотров. Значит, людям интересно. Вот тут много дренажных отверстий, поэтому корням легко взять влагу из этого капиллярного мата. Если есть стаканчики, у которых всего одно дренажное отверстие маленькое, то на нём уже так, ну, в общем-то, на капиллярном мате можно и не получить того эффекта. А вот с такими дренажными отверстиями, да, это можно. Здесь всё продумано. Я вообще люблю такую, ну, профессиональную тару. Видите, здесь всякие, такое сложное донце. Здесь и воздух подходит, и вода приходит, и уходит. Ну, в общем, и задерживаются. Какие-то кармашки есть хорошие. Это такие маленькие, вообще-то, у меня. Даже не знаю, что я буду в них выращивать. Но я подумаю. Вот эти стаканчики тоже у меня уже были в ходу. Но есть ещё и новые. Вот так тоже всё стоят. Всё в отдельной таре. Здесь у меня насосы хранятся. Знаете, у меня же много помещений. Иногда, иногда ищу, не могу найти. Вот он был, насосик, и нету. Здесь ещё не хватает. У меня есть ещё парочка ручеёк-насосов. Вот тоже принесу, положу сюда. Вспомнила сейчас, пока видео снимаю. Вот. На этом поддоне стоят цветочные горшки. У меня их маловато в этом году. Но я, наверное, пока и не буду покупать. Потому что не знаю, вот в связи с этой обстановкой, буду я выращивать цветы или нет. Зелень буду выращивать. Продукты питания всегда нужны. При любой там катастрофе продукты питания нужны. А вот цветы, конечно, тоже нужны, как этот год показал. Но пока воздержусь. Я думаю, что это всем известно. Но вот почему-то никогда я так не делала, чтобы всё, именно все горшки, все эти, всю эту тару привезти и всё поставить в одно место. У меня стояло в одном месте новое, в другом месте БУ, в третьем ещё какие-то горшки. И потом я даже не знала, что у меня есть у меня в хозяйстве. Посмотрю, что одни заканчиваются цветочные горшки. Я поехала ещё купила. Потом посмотрел, у меня новых ещё много в другом месте стоят. Ну, короче, вот это такая неразбериха была. Мне не нравится. И когда я прочитала книгу Марии Кондо, там она всё очень много. Там всяких приёмов, как вести хозяйство, как расхламление это всё сделать и как привести в порядок, чтобы один раз и навсегда... Ну, так не получается, конечно, раз и навсегда. Но вот именно мне понравилось, больше всего меня задело такая тема, как разложить всё по категориям. Это и в домашнем хозяйстве. Но самое главное, мне понравилось вот в моём сельскохозяйственной деятельности, в моей. Вот так всё разложить по категориям. Это мне так как-то впечатлило. И теперь я всегда это делаю. Мне очень нравится. Вот так у меня всё и стоит. И ещё хочу показать вам... Да, расхламила кое-что. Эти у меня яичные поддончики стоят. Это как для растопки. И хотела про вот эти кассеты ещё вам сказать. Хотела их выбросить сразу, но думаю, нужно рассказать. Может быть, кому-то пригодится такая информация. Это у меня фирменные кассеты. Дюма на оранже. Покупала я в них черенки, евро-черенки цветочные. И кассеты, конечно, хорошие, прочные, такие красивые. Но я поняла, что в них выращивать просто так вот нельзя. Потому что посмотрите, какое здесь донышко. Такое сложное. Вся она такая сложная, эта ячейка. И если наполнить торфом, то, конечно, этот грунт весь займёт. Это всё пространство, все вот эти вот всякие навороты. Везде это всё уплотнится. И будет... Рассада будет расти, но извлечь её будет очень трудно. Эти кассеты предназначены, как я поняла, для выращивания в таблетках. Вот чтобы все эти таблеточки где-то расположить вот в этих кассетах. Очень удобно и хорошо. И потом выбирать эти таблетки хорошо. В общем-то, это было... Всё у них продумано для своих целей. И если я, например, сейчас начну выращивать там зелень, то я просто намучаюсь. Поэтому решила просто удалить всё это, выбросить. Вот такие тоже поменьше размер. Тоже вот там, если посмотреть... Ой, такие-такие фигурные там. Всякие эти ячейки. Короче, вот это не годится. Я это всё выбрасываю. И хочу вам просто пояснить, что вот с такой проблемой вы можете столкнуться. Ну, а здесь у меня стоят кассеты. В общем-то, это у меня давно было. Вот только сейчас я сделаю, потому что кассеты я давно уже не пользуюсь. Вот так они у меня здесь стоят. Все в одном месте. Все по своим размерам. И когда уже берёшь, берёшь, фасуешь всё это, делаешь, сразу видно, сколько остаётся. Очень удобно. У меня разные ячейки есть для разных растений. Всё это я вам рассказывала. Какую зелень можно выращивать, в каких кассетах. А в каких ни в коем случае нельзя. Например, вот такую ячейку лучше укроп не высаживать. Ну, вот эти кассеты тоже у меня цветочные, но они как-то совсем другие. Вот эти мне очень нравятся. Здесь росло такой микс тройняшки, как я называю, цветочные. Тут было три растения в одной ячейке, поэтому они такие вот объёмные. И такое большое, вот видите, дренажное отверстие. Можно пальчиком там немножко потолкнуть, и очень хорошо выходит это из ячейки. И вся эта рассада. И я очень люблю это. Я пользуюсь, не выбрасываю. Мне это очень нравится. Вот так. Вот эти ящики у меня тоже стоят здесь все. Стоят, чтобы нигде по двору у меня не лежали. Они не стояли, не мешались, вид не портили. Но вот здесь всё стоит в подвале. Конечно, хорошо, что у меня есть такой подвал. Почти 80, ну, скорее всего, 80 квадратов под всем домом. Но если бы его не было, и мне некуда было поставить, я бы, наверное, сродила какой-нибудь сарайчик, но они бы у меня по двору не болтались. Всё это хорошо стоит. Единственное, что плохо, если бы они стояли у меня под дождём, под снегом, то они бы, наверное, были немножко почище. Но они, собственно, мне нужны для таких целей не товарных. И поэтому вот это качество, вот это, и мне устраивает. И ещё у меня были такие часто вопросы, где я храню инвентарь, как вот такие грабли, лопаты, там всё такое. Очень просто, ничего я тут не выдумывала. Вот такая бочка, которая тоже уже вышла из строя, потому что часто переворачиваю с водой. Ну, в общем-то, она лопается, и вот как-то так немножко она... Ну, может служить ещё, но вот и служит так. Здесь я ставлю всё вот так, черенком самим вниз, и всё вижу, что мне нужно, подхожу и беру. Нужно сказать, что вот здесь эти инструменты у меня, которые не самые мои любимые, ну, может быть, вот кроме этих плоскорезов. А так, ну вот что, выбросить вроде бы жалко. Вот так хранится лопаты тут всякие, такие не очень, у меня есть лучше. Но это вот, знаете, у меня же есть ещё большое поле, и там нужно где-то оставить, чтобы где-то прикопать, где-то что-то подправить. Ну, короче, инструментов нужно много в моём хозяйстве. Не могу сказать, что я всеми им пользуюсь, но вот есть. Храню ещё здесь такие бутылки. Они такие квадратные, какие-то четырёхугольные, не круглые, и очень удобные. Знаете, я что с ними делаю? Когда укрываю укрывным материалом грядки, то чтобы не прикапывать землёй, в общем-то, не пачкать даже саму эту плёнку, и не копать там такие ямки, потом ходить неудобно, я набираю эти бутылки водой и кладу на плёнку, на агроволокно. И они держат очень крепко. Всё, что храню, вроде бы всё нужно для дела. Ну, вот так сразу всё подмела, навела кое-какие порядки. Короче, у меня в подвале порядок. Кое-что мне нужно сделать, но если сделаю, то покажу. А если уж не сделаю, то зря говорить не буду. Ну, вот так, короче, у меня всё это выглядит. Вот так всё и остаётся на всю зиму, до весны. Кошечка меня сегодня напугала. Я даю ей утром мясо и вечером тёплого молока. Ну, это кошка соседская, не очень-то я слежу, чтобы она была всегда как бы на ужин и на завтрак. Но она сама это всё следит. И вчера она не пришла на ужин. А я работала целый день и следила, чтобы нигде не оставила её ни в каком помещении. Потому что если в гараже оставлю, я хожу туда редко. В общем, я за этим следила. Но всё-таки не уследила. Оставила я её на летней кухне. И сегодня посмотрела. Нет, утром кошки. Думаю, может быть, всё-таки она соседская. Может быть, осталась дома. Потом смотрю, она в окно смотрит. Бедные лапочки поджала. Холодно, голодная. Ну, в общем, вот так она у меня стресс получила. И она, и я как-то. Всё-таки, знаете, приучишь вот так даже чужого котёнка. И потом нужно отвечать. Не знаю, надолго ли у нас снег. Наверное, ещё одну вот эту неделю постоит. И потом будет опять плюс пять. Ну, а пока вот так. И на этом я буду с вами прощаться. До свидания. Встретимся в комментариях. Заходите. Пока. Продолжение следует...